Поздравляю! Одна из возможностей получения третьего пояса на щупку. А теперь вспомните, сколько у нас было особенностей дракона, кроме того, что у него три парка вечно. Огни дыхания. Огни дыхания. Было? Да. Было. Большой вес и две дилеталии. Это мы уже сейчас... Да. Проблемы с принцессами были? Да. С уроком многоголовности. Клады были? Да. Многоголовность была? Да. На самом деле, к нам в список не попало еще пара очень важных признаков. Скажи, пожалуйста, а драконы, ну тот же самый змей Горына, Чучуч, Трехлава и так далее, из славянского поэкзора, они еще с людьми общались? Да. Ага, ну хотя бы на уровне перебравки. Не уловив белого лебедя, ты кушаешь, я тебе съем, мой меч, твою голову с плечи и так далее. То есть вообще вполне себе бронили с людьми. А это значит, речью обладали? Да. А это значит, какой уровень интеллектуального развития? Вы знаете, у них есть язык, который он говорит. То есть не какой-то зверь. Ага, славно. А наличие коммуникационных языков, это вообще показатель исключительно высокого уровня развития. Это во-первых. А во-вторых, социализм. Ну, там же вне этих условий языки просто не складываются. Теперь вспоминаем, опять же, классические мифы, драконические. Драконные глупы, умны, мудры. Вот какой из этих прилагательных драконных? Мудры. Да. Вот здесь противоречие, здесь не обязательно оккультативная закономерность. Но достаточное количество мифов дает ссылку на мудрость дракона. При этом эта мудрость не человеческого типа, такая холодная, мизантропическая. Ну, то есть, людей не любят. Почему имеет смысл обсуждать как раз мудрость? Ну, если есть речь, если есть возможность контакта с человеком, так, это говорит о высоком уровне развития коммуникации и мышления. Согласны? Конечно. Согласны. Значит, все-таки скорее мудры, чем не мудры. Ну, о деталях и особенностях этих терминов по отношению к человеку сейчас говорить не будем. Но нам нужно объяснить еще вот этот нетипичный для живых существ исключительно высокий уровень развития интервентальных особенностей. Так вот, хорошим решением во всех играх в драконистике будет такое решение, благодаря которому можно объяснить и способность к полету, одновременно и огнедыхание, и мудрость, и социальность, точнее особенности социальности, и сокровища, и проблемы с принцессами. И все в одной упаковочке. Тот путь, который вы нащупали для третьего пояса, очень хороший. Но он не дает выхода на остальные проблемы в браке. Совершенно не ясно, как вот эта фигня может быть связана с одни дыханиями, допустим. И уж совсем непонятно, при чем здесь клады и принцессы. Частное решение. Дальше мы будем с вами пробовать искать лучшее решение. Давайте вспомним список требований, которые каким-то образом должны быть реализованы любым летающим существом. Легкость. Экономия. И так, снижение массы. Еще. Мощные полеты мышц. Кстати, мощность в физике как рассчитывается? Что за величина мышц? Мощность. Это работа, работа, работа. Отношение работа ко времени. То есть мощность можно повышать двумя разными путями. Первый путь какой-то. Уменьшать время. Уменьшать время. А второй, мы с вами все больше всего. Именно так. Имеется в виду мощность мускулатуры. В полетную. В полетную мускулатуры. Аэродинамические поверхности. А динамические поверхности. Вестибулярная. Да, и усложнение. Да. Готовы к этой. Так, еще. Усложнение вестибулярного аппарата. Не только вестибулярного аппарата. Вестибулярный аппарат это приемник сигналов. Нервная система. Знаешь, нервная система, органы чувств. Да, и никто входит, да? Да. Ну, а как же? Ну, дыхание. А вот присмотрим. Воображение. Вот отсюда, из запроса на повышение мощности, тут же возникает целый ряд запросов к остальным системмогнам. Что, какие системмогнам обязаны работать для реализации повышения мощности? Газообменка. Значит, газообменка. Еще? Ага. Кровеносная. Кровеносная, разумеется. В первую очередь, что должно произойти в кровеносной системе? А сердце должно отделиться на... Да, четырехкамерное сердце. Полная перегородка, отделяющая левую половину сердца от правого. Без этого, насколько бы хорошо не работали легкие, мышцы все равно будут получать смешанную кровь. И ничего вы не получите в результате. Итак, кровеносная система. Еще. А мышцам, кроме кислорода, что еще надо для работы? А, пищеварительная система. Причем, можно ли решать проблему с пищеварительной системой экстенсивным путем? То есть, просто через увеличение количества съеденной пищи? Нет. Почему нельзя? Так как масса. Противоречие. Понятно? Приходится не просто больше есть, так? А конструировать систему как-то так, чтобы получалось быстрее и эффективнее. С температурой тела. Отлично. А для этого необходимо реализация заказа на повышение температуры тела, причем с постоянно отрегулированными параметрами. Вот, народ, я бы хотел, чтобы вы запомнили два тех. Дело в том, что название теплокровное и холоднокровное, на самом деле, очень не точно. Вот какая сейчас температура вашей печени? Вы как? 37, примерно. Примерно. У разных людей могут быть различия на несколько десятых градусов. Это нормально. Это характеристики вашего личного обмена. А теперь смотрим. Я вас разделу на кишону и выгнал на мороз минус 10. Так? Ясно, что вам очень холодно. Вот там посинелись, ухожились. Но, тем не менее, какая температура вашей печени? 37. 37,1. Отлично. Я вас загнал салону. И разогнал ее там до плюс 100 градусов. Вы почти испаряетесь, но какая температура вашей печени? 37,1. 37,1. А если температура печени стала 39, это значит что? А это значит, что имеется перегретый топ. А если температура печени 34, это все равно уже не живой организм. То есть, пока мы живы, температура внутренних органов остается исключительно постоянным. Поэтому, идете вы по пустыню Сахара, на улице температура где-то под плюс 50, песок еще и сильнее разогрет. Какая при этом температура у вас внутри тела, температура вашей крови? 36,6. 36,6 это поверхность кожи, а точнее поверхность подножечной пайли. В районе 37. В районе 37 внутреннего органа. Отлично. Хорошо. А рядом ползает змея. Какая температура ее тела? Выше. На улице плюс 50. Плюс 50. Ну, если плюс 50, она сварилась. Но она такая же, как у вас, выше или ниже? Ниже. Выше. А где у нее холодильник у змея, расскажите мне? На улице плюс 50. Чтобы иметь температуру ниже внешней, надо где-то иметь холодильник. Ну, там, правда, это не за то, что температура зависит от окружающей среды, а температура окружающей среды. Так вот, ситуация Сахары. Кто холоднокровнее? Человек или изменяющий? Человек. Конечно, человек. То есть, на самом деле, дело не в том, что у них кровь холодная, у других кровь теплая. А дело в том, что у нас с вами, и у птиц, температура внутри тела постоянно и достаточно высока. А вот рептилии, амфибиры, непостоянно, очень здорово зависит от окружающей среды. Поэтому, вообще-то, есть два более грамотных термина. Вот мы с вами, имеющие постоянную температуру тела, называемся гомеотерма. Или иногда пишут как гомеотерма. Здесь несколько возможных написаний, но для меня привычное такое. Гомеотерма, гомеостаз, системы, имеющие, точнее, активно сохраняющие постоянные характеристики. Мы гомеотермы. Ну, а всякие там лягушки-тритоны и ежесними, обозначаются глийным термином. И крокодилы? Да. Пой-кило-термы. Пой-кило-термы. Это существа, имеющие непостоянную температуру тела. А если вы говорите о теплопробности, то на самом деле существует несколько разных вариантов получения теплопробности, кроме истинной гомеотермии, которые вполне доступны почти для всех остальных. Ну, первый вариант, доступный совершенно для всех животных, получения теплопробности, это какой? На солнце вышло. Ага, отлично. Называться будет говиденческая терморекуляция. Мне холодно, выпус на солнце. Мне жарко, что делаю? Ушел в тени. Если тени нет, допустим, пустыня, что делаю? В землю. Зараз в песок, помог желательно. Так? Поведенческая терморекуляция. Да, позволяет в некоторых пределах регулировать температуру тела. Еще? Двигаться больше. Двигаться больше. Дивно, дивно. Модорная теплопробность. КПД бывает равная 100% в нашем космосе. Нет, нет. Поэтому при любой работе мускулатуры, что с температурой тела? Поднимается. Отлично. Хорошо. Вот сегодня с утра до восход солнца. Какая была здесь температура? Не знаю. 25. Нет. 22? Отлично. Ну, представь, с утра вылез шмель из своей норки. Он спал. Если померить температуру его тела, какая температура? 2. Где-то 18. А 18, значит, что у шмеля где-то холодильник стоит. 22. 22. Ну, примерно такая же, как температура воздуха в ООНае. Как по-вашему, шмель после того, как вылез из норы, сразу полетит или нет? Нет. А что он сначала делал? Пузарядку. Он бегает. Пузарядку. Беды. Плак. Ты что он делал? Разогреваться. Как? Работая с какой системой он будет разогреваться? Мышечный. Да, конечно, крыльями махать. Пищеварительные. То есть, начал кишечник вот так сокращать изо всех сил, да? Да. Это фантазия у вас богатая. Крыльями махать, но не для того, чтобы лететь. А зачем? А зачем? Как можно так? Мускулатура, работая в данном случае в моторном смысле в полоску, да? Будет отдавать тепло, и тело разогрелось. Шмель нагрелся и полетел. В полете какая у него температура тела? Мышечный. Ага, 39. Но после того, как Шмель прилетел и сел куда-то там, и досидел 5 минут, какая у него температура тела? Такая же как в окружающей среде. То есть, моторная теплокровность работает только на этапе активной работы мускулатуры. Стоит нам завершить работу мускулатуры и системы платы, да? А вопрос, а в зависимости от того, какая температура тела у хладнокровных, у них реакция улучшается там? Да, конечно. То есть, вы их интересует, чтобы их температура была выше? А это абсолютно усиливаемое существо. Конечно. Поэтому скорость реакции, мощность действия и так далее у переохлажденных амфибий и рептилий крайне низкая. Они очень белые. То есть, если змею там поймать, так охладить? Охладить. Охладить. Охладить, вот так миленая, немножко печальная и так далее. Слабленность. Ну, вверху теплокровную мышь она поймает или не поймает? Мышь-то теплокровная. Они умолны. А все равно, когда теплокровная уезжает, когда болеешься, какая-то... Нет, 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 это другой органов механизм. Это тоже адаптивный механизм, но он на другой нахрагивает. Это что? Да. А я хотел спросить, а вот у охладнокровных есть максимальный сибироскоп? Максимальный, да, конечно. Какой предел для всех позвоночных? Не важно, кое миотерна, кое кило-терна. А когда кровь начинает возить? Пока. Ребята, на самом деле немножко не дотягиваю 40-тервых. Ну да. В чем дело? Я не знаю, вы формирование нервного импульса проходили? Нет. Нет? То есть про работу калинатриевой атефазы, натриевых насосов, калиевых насосов. А, вот это было. Да. Дело в том, что при температуре плюс 40-2,5, ну где-то, не все белки. Разные белки меняют свое свойство при разных температурах. А вот есть такой белочек, без которого ни один нейрон не работает. Называется белок этот калий натриевой атефаза. Именно он формирует разницу зарядок на мембране нейронов. Нервный импульс – это поток заряженных частиц, направленный поток. При том, что получить поток, у вас разница по зарядам должна быть? Да. И вот задачка калинатриевой атефазы – как раз получить разницу зарядок на мембране. Если она отключилась, нейрон не может создать нервный импульс. А калинатриевая атефаза при 43-х выходит из строя. А если нейроны вышли из строя, то что дальше с живым существом? Паралич чего? Паралич чего? Всего. А сам паралич в головном мозге – это чертовски интересное явление. В дыхательной мускулатуре. То есть остановка не только движений в внешнем мире, но и остановка внутренних процессов, смертных процессов. Так что выше 43-х градусов есть даже среди позвоночных существа, которые проходят. Но это очень редкие исключения. И там вообще свои фокусы-покусы. Ну, допустим, известная рыба, которая живет в термальных источниках с более высокой температурой. Но это очень редкое исключение. А обычно, если вы взяли ту же самую пустынную черепаху и нагрели ее внутри до плюс 50, то что она сделает? Салит. Все она погибла. Да? Поэтому как в нем выглядит пустыня? Вот пока идут вот эти сверхвысокие температуры. А она действительно пустыня. Вы никого не увидите, потому что все питатели где-то. Они все зарылись. Так? А вот после закона солнца, когда температура падает до пределы, а тут неожиданно выясняется, что полным-полно живых существ. Все отрылись и не миг на столе. Волкут друг к другу. А здесь самый большой вещь. Что? Да, как имеется? Подписка он вышла. Через салонных штабов. Скажите, пожалуйста, а там в стыне чем заполнено пространство между песчинками? Воздухом. Воздухом. Отлично. Зарылся песок сухой, да? Да. Зарылся даже на большую глубину сухой песок. Так? Прикинем. А у каких существ интенсивность газообмена должна быть выше? У гомеотермах, ой, вот, большое морепи, это очень плохое пределение. В данном случае здесь будут перевернутые отношения. Чистая математика. Чуть позже разберемся. У кого затраты по кислороду больше? У гомеотермах или у пойкилотермах? У гомеотермах. У гомеотермах. У гомеотермах. А почему у гомеотермах? Надо постоянно жечь, что уплеватель должен подержать температуру выше, но потому что в большинстве это очень темного шара, температура все-таки, внешняя температура ниже плюс 37. Значит, главная задача все-таки обогреть внутри тела. А это надо емкость, заметьте. А это значит, надо очень много кислорода. А теперь берем лягушку. Много ли она расходует кислорода? Мало. Мало. Вот берем два зверя одинаковой массы, мыш и лягушка. Так, засовываем под колпак, то есть отключаем внешний кислород. Кто первым задавляет? Мышка. Мышка, конечно. А лягушка у тебя вообще при такой концентрации сейчас совершенно нормально чувствует. Она обходится очень малым количеством. А где-нибудь больших трепетий нету? Чего? Пустыня. Пустыня? Да. Как вам сказать? Как называют самые крупные ящерицы? Игланы. Игланы, конечно, бывают крупные, но только не самые крупные. Нет, а которые у нас стреляют. Крокодилы большие. Ящерицы и крокодилы, если вы посмотрите на родословие, это разные ветви. Абсолютно неродственное существо. Стоп, но бывают шерегомио-карма в пустыне. Стоп, стоп. Давайте уж мы разберемся с тем, да? Что у самой крупной ящерицы? Варан. Слово варан. Слушай, какого размера могут быть вараны? Вот такие. Не лучше. Не лучше. В Индонезии на острове Камаду вот-вот, на острове. Обитают комадовские вараны, иногда называют комадовские драконы, длиной до трех метров. До трех метров, он очень большой. И питаются эти ящерки мелкими местными видами свиней и мелкими местными видами олень. Идей. Это очень, даже очень. Хорошо. Наземные черепахи, островные, наземные, подчеркиваю. Какого размера могут быть? Большого. Большого какого? Нет, большого. Давайте по массе. Можно сесть на него очень. Ну, массе. Массе килограмм 130. Ну, нет, а то он не до дерева. Массе килограмм. Вы разлюетесь. Были существа сходные с наземными черепахами, внешне сходные, зато они переваривали. Вот. Такие танки живые. Правда, относились они совершенно не к рептилиям, а к млекопитающим. Вот наземных черепах именно такой массы я что-то не припомню. Может, это ли я просто не знаю. Ну, черепахи самые долгожители, да? Нет, ребята, здесь ряд них есть. На эту тему. Хотя крупные рептилии, вероятно, да, равно как крупная рыба, относятся к самым долгоживущим. Дело в том, что гомеотермия, что, конечно, очень хорошая, поведение резко усложняется, становится исключительно активным, но это очень затратная вещь. Мы с вами очень дорого платим свою гомеотермию. Платим ограниченным ростом, платим ограниченной продолжительностью жизни. И там подобные вещи. То есть, если бы у него были гомеотерми, то мы могли бы жить там? У гомеотермия просто не ограничен. А вы сказали, как и сезон? Крокодичные зияют, черепаха растут в течение всей жизни. Другое дело, что темпы роста у них постепенно поводят. Мы с вами гомеотермия растем только на первом этапе очень бурно и быстро, но потом у нас все блокируется. И в среднепродолжительность жизни у него гомеотермия, но вот если к прочей равной условии свести, так оказывается, будет ниже гомеотермия. Интенсивный обмен – дорогая штука. Дорого расплачиваться приходится. Я, честно говоря, не знаю ни одного гомеотермия с средней продолжительностью жизни существенно больше 100 лет. Все рассказы по поводу воронов и попугая, которые живут там веками, скорее всего, базируются на том, что они живут действительно долго, действительно долго. Поэтому, если он живет неволе, то отец передает сыну, сын передает своему сыну, а он так и живет, живет, живет. Ну и такое ощущение, что живет там чуть ли не 500 лет. Но замеры по скелетным образованиям, что такое годичное кольцо на пиньках деревьев представляется? А дело в том, что на некоторых скелетных образованиях точно тот же принцип нарастает. Слоями на слойку с материалом. Поэтому по некоторым скелетным образованиям можно примерно прикидывать возраст. Так? Но даже вот такие сверхгиганты, как киты, продолжительность их возраста, в общем-то, соизмерима с нашим. Где-то лет 80. Ну а крупные крокодилы, крупные змеи, крупные черепахи, очевидно, за полтора века, а скорее за два века. Не так давно в Британии умерла слоновая черепаха, которую привез из своей знаменитой поездки вокруг света Чарльз Дарвен. А при этом Дарвен привез ее с Голопогорских островов уже взрослой черепахой. А было это в серединке 19-го века. А у нас в нынешнем дворе 25. Так что даже вот такое прямое наблюдение показывает, что пойки лотерна, в общем-то, крупная пойки лотерна, по продолжительности жизни у нас здорово отель. Но они все менее умные, да? Чего? То есть нет умных... Вот, ребят, давайте договоримся, что все вопросы типа умные, общительные, добрые, мудрые, это ко второй части драконизма. Как-то мы разберемся с телами и начнем анализировать поведение. Ладно? А заодно на досуге как-нибудь подумайте, как вы умного будете от глупого отвечать. Если вы считаете, что это простая задачка, то представьте, что вы прилетели на планету Тумпу-Юмпу, и там живут хлюхвенделя. И ваша задача отличить умного хлюхвенделя от любого. Вот попробуйте такую универсальную критерию создать, но это разбираться с этим будем на второй части. То есть, понимаете? Через много дней.